Всем привет, мои маленькие баклажанчики, я вернулся, мой канал разбанили, это значит, что я могу для вас записать новый видосик сегодня. И сегодняшний видос у нас будет очень специфичный, и он относится к определенной группе людей. Сегодня я вам расскажу, как вы можете подключить ваш шлем PlayStation VR к компьютеру, чтобы играть в Steam игры и другие приложения. Круто, не так ли? Самое классное в этой фишке то, что вы можете теперь подключить PlayStation VR к компьютеру, играть в игры, которые есть на компьютере, но вы все равно не можете подключить HTC Vive и Oculus, чтобы поиграть в эксклюзивы на PlayStation. Гениально. Получается, владельцы PlayStation теперь получают вдвойне больше игр, чем владельцы ПК для VR. Я не утверждаю то, что игры будут работать так же идеально, как они бы работали на компьютере с HTC Vive или Oculus, но это лучше уже, чем ничего, и я уверен, что это будет развиваться и становиться лучше. Данное видео это прямой гайд того, как вам надо все настроить, чтобы у вас все хорошо работало. Так что, поехали! Первое, что вам нужно сделать, так это подключить HDMI, который шел от VR в PlayStation 4. Именно этот провод нужно вынуть из PlayStation 4 и вставить его в HDMI разъем в вашей видеокарте в компьютере. Именно видеокарта, не материнка, видеокарта. Я слышал то, что возможны проблемы, если у вас ваш основной монитор компьютера тоже подключен через провод HDMI. Но у меня все идет через DisplayPort и будем надеяться, что все пойдет хорошо. Следующее, что вам нужно сделать, так это вставить USB провод, который идет из коробочки ресивера у PlayStation VR, вставить его в компьютер. Лучше всего в разъем USB 3.0 для лучшей работы. Теперь все у нас на железном уровне, подключено и сделано правильно. Самое главное сейчас не включать PlayStation VR, потому что это будет нужно потом. Следующим шагом мы должны скачать с вами Steam VR. Это не так легко оказалось найти, как я думал, пришлось гуглить. Но что мы делаем, так это заходим естественно в Steam, заходим в библиотеку, вот здесь значок и нажимаем на инструменты. Инструменты и вот здесь будет список всех инструментов, которые там находятся. Вам надо найти именно Steam VR, вот он ближе к концу. Нажимаем правой кнопкой и нажимаем установить. Оно где-то занимает примерно 4,5 гигабайта. Устанавливайте и все, эта часть готова. Теперь самый важный момент, мы должны убедиться, что у нас разрешение вашего основного монитора на компьютере, такое же как разрешение панели в PlayStation VR. То есть кликаем правой кнопкой, параметры экрана, открывается естественно вот эта херобора. И нам надо убедиться, что разрешение вашего монитора именно 1920 на 1080, потому что иначе ничего не заработает. Делаем естественно 1920 на 1080 и все, эта часть у нас готова. Следующий шаг, вы должны положить ваш шлем PlayStation VR на ровную поверхность. То есть я например могу это сделать, положив на стол рядом со мной ровную поверхность, чтобы он лежал ровно горизонтально. После того, как мы это сделали, мы вот здесь на этой кнопочке нажимаем кнопку включения PlayStation VR. Теперь как мы включили PlayStation VR, у нас естественно мерцнул экран. Возможно разрешение вашего монитора обратно прыгнуло на более высокое, если у вас такое. Вот, а так должно оставаться 1920 на 1080. Поняли? Теперь снова заходим в параметры экрана. Теперь, как вы видите, у нас есть два монитора. То есть первый номер у нас это определить, это один наш монитор, основной ваш экран, телек. А на втором значке, на номер 2, у нас определился PlayStation VR как второй дисплей. Окей, самое главное здесь это будет нажать расширить эти экраны. Поняли? И убедиться то, что вот здесь он находится, вот здесь первый монитор, он на первом месте. Вот, это самое главное. И то, что он остается основным. Вот, в этом мы должны убедиться в первую очередь. Теперь нам надо с вами установить программу Trinus PS VR. Именно благодаря этой программе вы сможете использовать ваш PlayStation VR шлем для всего вашего беспердела. Мы, естественно, устанавливаем эту программу. Accept, Next, да, Next, Next, установить. Создать на рабочем столе, установить. Все настолько просто. Теперь самое главное это запустить Trinus PS VR программу от имени администратора. То есть правой кнопкой мышки запуск от имени администратора. Ну вот и основная программа, благодаря которой мы будем все делать. Теперь, как мы с вами установили все, что надо, нам надо установить с вами PlayStation VR драйвер и Steam VR драйвер тоже. Хотя Steam VR драйвер мы с вами уже установили. Так что нажимаем PS VR драйвер. Install. Вот, устанавливаем, нажимаем далее. Все это копируется и готово. Тут есть остальные вещи, такие как Setup, Room Scale и так далее. Но, в принципе, мы уже с вами установили все и шлем теперь у нас, может так сказать, в рабочем состоянии. Чтобы мы могли с вами от этого исходить. Другая вкладка, которая основная для нас, это вкладка Main. Здесь у нас PC Mode, который мы должны выбрать Steam VR. Следующая PS VR Display, мы выбираем дисплей номер 2. Это именно тот дисплей, на котором находится наш PlayStation VR. Справа у нас Rotation Scale, это вот скорость того, как все вот это все крутится. И одна из самых главных кнопок, как вы знаете, это Reset View. Ее можно назначить на определенную кнопку на клавиатуре, что я вам особенно советую. В принципе, все остальное нам не нужно, так что мы можем просто нажать кнопку Start. Вот здесь мы можем с вами видеть все, что у нас получилось, как вы видите. 180 градусов, то есть 0-0 почти. Все идеально, потому что на ровном столе лежит у нас сам шлем. Теперь мы нажимаем правой кнопкой мыши внизу на Steam и нажимаем Steam VR. Появляется, возможно, надпись «Комната не настроена». Это самое главное, потому что нам это все равно надо будет настроить. Нажимаем «Запустить настройку комнаты». Ну что же, вот у нас появился наш экран настройки комнаты. И выбираем, естественно, маленькая комната, потому что ходить мы по ней не можем. У нас все-таки не Vive. Маленькая комната. Настройки трекинг. Все, что мы здесь делаем, просто нажимаем «Калибровка». Еще раз просто так. То есть ничего не надо выбирать. Нажимаем «Далее». Самое главное – это калибровка пола. Выбирайте, сколько сантиметров от пола до ваших глаз. То есть примерно в моем случае это где-то, ну не знаю, метр-тридцать. Нажимаем «Далее». Подготовка завершена, вы готовы. Нажимаем «Далее» и все это готово. Опа, смотри-ка, смотри-ка, пацаны. Оп, 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 оп. Как вы поняли, все работает. Я на самом деле не буду врать. Я с вами вместе сейчас все в первый раз подключал, настраивал. И как видите, все работает. Все работает идеально. Но из-за того, что у нас нету PlayStation камеры, PlayStation камера за счет этих лампочек отслеживала, где вы находитесь в комнате. То есть если в PlayStation VR, когда вы поиграете на PlayStation, вы можете наклониться вперед и у вас камера в игре двинется вперед, то из-за того, что сейчас у нас нету камеры, вы не можете двигаться вперед головой. Только можете смотреть право, вверх, вниз и так далее. Но это все равно также круто. Теперь у нас самый главный момент, естественно, с вами, мои маленькие друзья. Это запустить игру. И сейчас будет самое главное, на чем я могу сделать ошибку сейчас. Или потом вы можете сделать ошибку. Мы нажимаем играть. И нам самое главное сейчас будет отправить эту картинку игры в шлем. Потому что сейчас туда ничего не отправляется. Итак, у нас игра поверх, как вы поняли. Видите, все работает. Нам с вами надо отправить этот кусок программы в шлем. Для этого вам надо убедиться, что игры, окно находится поверх, то есть оно основное. Самое главное, сейчас надо нажать комбинацию кнопок на клавиатуре. Shift, Windows и стрелочка вправо. Теперь у нас все это отправилось вот сюда. Сейчас посмотрим. Погодите, мне надо проверить. Да, все верно. Все верно. У меня картинка теперь находится в шлеме. То есть мы отправили эту картинку, так сказать, на другой монитор. Здесь же мы можем нажать отображение содержимого дисплея. Благодаря этому мы сможем увидеть на нашем компьютере то, что происходит в шлеме. То есть, как видите, все работает. Вон там все теребунькается. Вон там экраны. Опа-на, пацаны. Ну что, поехали. Ха-ха, оно в натуре работает. Ха-ха, стой, а как ходить? Как ходить? Надо джойстик подключать, как я понял. Не, оно работает. Слышите, работает. Ха-ха, Эврика. Не, все хорошо работает. Вот, все двигается. Все объемное, такое, как и должно быть в VR, такое 3D-шное, с чувствой дальности. Оно работает. Правда, единственная проблема у меня сейчас, потому что я игру закинул сюда в окне. То есть, у меня, получается, сейчас два окна такие вмешаются. Их надо как-то убрать, и я попытаюсь сейчас понять, как это сделать, и расскажу вам. Ну что же, давайте попробуем с вами запустить еще одну игру с VR. Запускаем Freedom Locomotion VR. Я не знаю, это первый попавшийся. Только что заметил такую фишку, что иногда оно берет и выключает нафиг шлем. Вот именно Trinus PSVR программа. Так что кладем снова шлем ровно, нажимаем старт. Ждем калибрейтинг. Видите, там сколько сенсоров калибрирует, так сказать. Какой-то робот большой. Еще один большой робот. Ясно. Короче, такое. Работает. Правда, игра говно. Ну что же. Работает, смотрите, калибрейт. Там вот справа только что показывал оповещения всякие, стимовские. Не, работает, Карл. Прикольно. Что же, дорогие друзья, вот. Ой, блядь, ты куда? Ну что же, и последняя игра, которую мы затестим, это Deadly Hunter VR. Я не знаю, что это за игра, так что давайте просто нажимаем играть. О, работает. Причем идеально. Пока лучше, чем другие. Единственное странное ощущение, то что FPS меньше, чем должен быть в шлеме. Вон, видите оповещение. Блин, уебок сейчас играет. Ну и хорошо знать, блядь. Очень странно, блин. Я думаю, что из-за того, что мы играем на компе, FPS идет не 120, как должен, даже через эту коробку. То есть он не такой плавный. Я не знаю почему. Может потому, что у меня сейчас записывает программа на компьютере. Но это работает не так все плавно, как должно. Вот, например, в этой игре. А так, в общем, вся идея PlayStation VR на компьютере, она в принципе работает. Может в данный момент не идеально работать, как мы с вами хотели бы. Но я вам только что показал три игры, которые спокойно открываются и которые спокойно работают. Я лично хочу попробовать VR-чат, потому что там весело, там школьницы бывают сиськами. Я туда зайду, сегодня попробую. Даже, может, отдельное видео сниму на эту тему. Так что, если вам понравилось видео, если оно помогло, пишите комментарии, ставьте лайки, естественно, ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Я старался, если будут у вас какие-то вопросы, пишите комментарии. Но, скорее всего, я не буду знать ответ, так как я не знаю ответа, скорее всего. Вот. А так, всем спасибо. С вами был Клим Поп. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok